Мост канцлера Курца Сбойник Петрачек Льедовки, Чехия 7 июня 2018 года В прошлом году лидер немецких либералов Ленднер сделал провокационное заявление об отношении к России Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное решение Тем самым он дал понять, что необходимо выработать моду Свивенди для отношений с Россией Чтобы формально не признавать аннексию Крыма, но считаться с ней на практике Не прошло и года, как эта позиция начала приносить конкретные плоды В октябре эту идею в Страсбурге развил Милош Зиман, хотя по-своему Он предложил России заплатить Украине за Крым деньгами или энергоносителями Однако свое предложение Зиман не согласовал с украинцами, которые по праву связали его слова с поговоркой «Без меня меня женили» Неделю назад в Брюсселе выступал глава Европейской комиссии Юнкер Он хочет положить конец бесконечной демонизации России и перезагрузить отношения с ней Однако Юнкер отметил, мы никогда не согласимся с действиями России в отношения Крыма и Восточной Украины Тем не менее, мы должны принимать во внимание, что площадь Европейского Союза составляет 4,5 миллиона квадратных километров, в то время как России – 17 миллионов Такое сравнение должно нравиться президенту Путину В 1945 году СССР скорее захватила Австрию, чем освободила ее Затем Советский Союз оккупировал часть страны на протяжении 10 лет Тем не менее Австрия не поддалась влиянию Москвы, не взращивала ее пятую колонну, не выбирала коммунистов и не позволила оторвать себя от Запада Когда говорят об Австрии как о мосте между Западом и Востоком, то вспоминаются советские евреи, которые направлялись через Вену в Израиль Когда о Чехии говорят как о мосте между Западом и Востоком, в голову приходят визиты Эдварда Бениша и Яна Масарика в Москву и печальные последствия не только этих поездок, но и чехословацких выборов Так что, если сейчас в ЕС кто-то и должен добиваться перезагрузки отношений с Россией, то давайте уступим эту роль Себастьяну Курцу Себастьяну Курцу Себастьяну Курцу